Вот ты приводил пример чистки своих, которые не успел довести до ума Сталин, когда его свои же и убрали, понимая, что они будут следующими. Ну, в принципе, аналогия напрашивается, потому что как только ситуация усложняется внутри и чем она становится критичнее, тем больше нужно убить, убрать, почистить виноватых, в том числе в окружении. Сейчас Путин будет чистить ближайшее окружение? Стоит ждать каких-то смертей? Самоубийств, как уже мы слышали неоднократно среди топ-чиновников, в том числе Газпрома? Не знаю, не знаю. Я думаю, что многие будут выбрасываться из окон после смерти или отстранения Путина. Это 100%. Кто из окна выбросится, кто покочит жизнь самоубийством, в кавычках все. То есть будут выбрасывать из окон и стрелять будут. В это я верю абсолютно. Многие пропадут бесследно, как Борман и Мюллер после гибели Гитлера. Возьмут и пропадут. Нет человека. Где-то будут жить с измененной внешностью в других местах. Не исключено некоторые в Соединенных Штатах Америки. Особо ценно. Ну, некоторые особо ценно, а некоторые потому, что работали на Штаты. Я уверен, что в окружении, в ближайшем окружении Путина есть люди, которые работают на Штаты. И это прекрасно. Поэтому мы много знаем. Вот. Поэтому чистки сейчас, я думаю, что Путину это не нужно. Если будут чистить, то тихонько, чтобы никто не знал. Интересная еще информация пришла. Оказывается, на днях, не так давно, Китай, одна из его самых больших газет, вышла с передовиджей. Я не знаю, какая именно, но одно из самых крупных там изданий. Оно вышло с передовицей о том, что китайцы уже имеют технологию и могут пробивать ядерным ударом бункеры на глубину 2000 метров. При том, что у Путина бункер 350 метров, как говорят люди, знающие. О чем это говорит? Китай, конечно, понимает, кому он посылает этот сигнал и кому он так толсто очень намекает на то, что мы тебя достанем. Рой быстрее бункер поглубже, но уже не успеешь. Дим, что это? Китай. У нас в армии было много азербайджанцев. Они букву К произносят как Ч. Они говорили, ты живешь в Чиеве? Я говорю, в Киеве. Ну да, в Чиеве. Чиев, Чино. Так вот, Китай, они называли Читай. Я говорю, что Читай? Читай. Поэтому, как будет действовать Читай, не знаю. Страна с многовековыми устоями, с мудростью многовековой, никуда не торопящиеся. Они никуда не спешат. Они сидят и выжидают. И выживают. Мудрые очень китайцы. Думаю, что они сегодня, знаешь, о чем рассуждают? Вот они еще семь месяцев назад рассуждали, а что мы будем иметь, когда русские захватят Украину. Сейчас они рассуждают примерно так. Что мы с американцами будем иметь, когда Украина победит Россию? Когда мы пол России себе отхватим, кому остальные части? Запросто. Слушай, огромная территория, огромная граница. Летишь из Москвы в Магадан, из Хабаровска в Москву. Я вот в 92-м, нет, в 93-м году, мы концерты же делали везде. Я летел на самолете Москва-Магадан. И потом обратно летел. Не было топлива в аэропорту Магадан. А трое суток мы просидели и говорят, вот топливо нашли на самолет Магадан-Хабаровск. Ну, хоть куда? Хоть вырваться из Магадана. Полетели в Магадан-Хабаровск. Из Хабаровска уже в Москву. Вот летишь из Москвы в Магадан. Через 4 часа, по-моему, заканчиваются огоньки. И летишь огромное, много часов летишь. Огромная территория, ни огонька, ничего не светится вообще. То есть территория тьма. Население, по-моему, за Сибирью уже там миллионов 12 всего в России живет. За Сибирью туда, к Дальнему Востоку. Сибири не хочу. Китайцев много. Китайцы трудолюбивые. Они бухают, так русские. Кстати, во многих приграничных городах и селах китайцев очень много. Даже мэры китайские есть. Русские женщины очень любят китайцев. Они трудолюбивые, не пьют, не бьют их. Поэтому я думаю, что Китай исконно считает многие российские территории своими. И будет извлекать выгоду из сложившейся после победы Украины геополитической ситуации. Ну и я думаю, не забудет поблагодарить Украину за то, что так поспособствовало приращению Китая. Сегодня в Госдепе США заявили о том, что они не видят никаких признаков того, что Китай будет помогать российскому вторжению в Украину хоть как-то. Или помогать России обходить западные санкции. Смотри, китайцы экономически очень завязаны на Соединенных Штатах. Китайцы не могут жить без Соединенных Штатов Америки. Выжить не могут. То есть если им сказать, выбирайте Америка или Россия, они выберут, конечно, Америку. Поэтому я уверен, что у них идут интенсивные консультации. Уверен, и у них есть общая точка зрения. И я уверен, что в Кремле это тоже знают. Ну вот сейчас на секунду вернемся к возможности ядерной угрозы, реальной. Я смотрю, цены на золото не растут, мировые. Ты смотришь, цены на золото? Из чего я делаю вывод, что... А мировая же экономика, она же очень чувствительна к любым реальным угрозам, ты же знаешь. Из чего я делаю вывод, что мир пока всерьез шантаж ядерный Путина не воспринимает. Скажи, пожалуйста, а какие косвенные признаки еще есть того, что вот трындец может быть близко? Ты знаешь, надо анализировать поведение Путина. Путина, Путин очень часто делал вещи, которых мир не допускал. Это важно. Его надо оценивать справедливо. Он способен на поступок. Вот так он в Грузию зашел. Никто и не ожидал. Пугал-пугал и зашел. И в Украину также. И еще целый ряд поступков, когда он шел от обратного, от логики. И насчет применения ядерного оружия я же тебе сказал. Я это допускаю, но не верю. Я это допускаю. Я думаю, что и Соединенные Штаты всерьез это допускают. И они сделали. И сделают еще все необходимое для того, чтобы этого не случилось. Я смотрю, Turkish Airlines отменила все рейсы в Сочи, Ростов, Екатеринбург и в Минск до конца года. И без уточнения причин даже. Ого. Это важно. Только что, да? Это важно. Это очень важно. А ты знаешь, что билеты, вот россияне же бегут из России, там на какое-то направление, то ли Москва-Стамбул, то ли еще что-то, билет дошел до 12 тысяч долларов обычный год. Класс. Да.